Зимой животным больше всего не хватает пищи. В глубоком снегу добывать её куда сложнее. Поэтому традиционно в преддверии зимы сотрудники департамента охоты, лесники и охотпользователи заготавливают корма для животных. Первым делом специалисты готовят кормушки и подкормочные площадки. В ульяновских лесах такие лесные столовые охотно посещают лоси, кабаны, зайцы, птицы и косули. В этом году у нас большой выход в желудке в наших лесах. Это очень хорошо. Звери пока держатся на дубровах, но будет сложная ситуация, особенно в снежный период. Со снегом, когда зверю уже будет трудно ходить, он будет приходить в свои зверные места, то есть на обранные кормушки. В зимнем меню разные сорта пшеницы, овёс, пшено и веточный корм. Также обязательна должна быть кормовая соль. Диким животным особенно важно обеспечить её стабильное поступление в весенний период. Ведь за зиму запас минеральных веществ в организме снижается. Всего таких кормушек более 70 по всей области. В рамках областного бюджета 2022 года на данное мероприятие на сегодняшний день выделено порядка 2,2 миллионов рублей на два этапа – весенний и осенний. Это идёт работа и предупреждение про конъезд на территории общедоступных угодий, и в том числе подкормка животного мира биотехническим материалом. Главная цель подкормки – увеличить численность поголовья дичи для развития охотничьего хозяйства.